Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео для вас. Всем привет! Тема будет весьма интересная. Опять следующий метод борьба с роением и какие методы можно применять, чтобы не ослабить семью и иметь успех при медосборе. Итак, журнал 1963 номер 11. Ставьте лайки, подписывайтесь. Можете напечатать спасибо, нравится, не нравится. Читаем. Если полистать страницы книг по пчеловодству, уже пожелтевшие от времени, и те, которые еще не утратили свежий запах от типографской краски, можно увидеть, что роение пчел в большинстве случаев приводит к значительному недобору меда роевыми семьями. Не случайно поэтому практика создала массу так называемых противороевых приемов. Вот один из них я сегодня зачитаю вам. Не преследуя цель хвалить или ругать эти приемы, хотелось бы заметить, что с появлением каждого нового противороевого приема остроте вопрос не уменьшается. То есть острота вопроса не уменьшается. Роение продолжало процветать. Вот почему и передо мной возникла необходимость разработать такой прием содержания пчел, который бы позволил гасить роевой инстинкт, если он проявится накануне или начале главного взятого. Насколько верный этот метод, нужно проверять, потому что каждый метод имеет качество и достоинства и недостатки. Нам известно, что в пчелиные семьи семья нетерпимо относятся к разному роду повреждения сотов, особенно к разрывам гнезда на 3-4 части. Эту биологическую особенность пчел я и положил в основу противороевого приема. У семьи, пришедшей в роевого состояния, накануне или в начале главного взятка, я отбираю 5-6 медовых рамок. Пчел с этих рамок из каждой рамки оставшейся в уле стряхиваю. Маточники уничтожаю. Рамки размещаю в последовательности, указанной на рисунке. Крайняя слева от литка ставлю рамку суши, вторую рамку с расплодом, затем оставляю разрыв 40 мм. И снова ставлю рамку с расплодом, рамку суши в середке, опять с расплодом и так далее. Количество разрывов в гнезде обусловливается силой семьи. После распределения рамок с расплодом и суши по всему улю мед, образовавшийся разрывами гнезда, помещаю в потолочины. Это лежак. Собранные таким образом гнезда накрываю холстиком, утеплительными подушками и крышками и оставляю в покое на 11-12 дней. За это время в местах разрыва гнезда пчелы построят соты, преимущественно трутневые, которыми они восстановят целостность своего гнезда, а инстинкт роения погаснет. Пласты сотов, прикрепленные к потолочинам, удаляю во время отбора меда для откачки, а взамен помещаю рамки с ващиной, если взяток сильный или сушью. То есть рамки с ващиной или сушью. На обработку одного гнезда пчел обычно затрачиваю 17-20 минут. Вот сейчас покажу вам приблизительно как это выглядит. Итак, уважаемые, пожалуйста, посмотрите. Это лежак. Черные. Это значит рамки с расплодом посередине черных. Вставляется сотик. Потом промежуток идет белый. Опять две черных по бокам посередине сотик. Опять промежуток белый. Опять две черных рамки с расплодом. В середку сотик. И опять идет промежуток белый 40 мм, как он тут пишет. И опять сотик. Это лежак. И так, сколько у вас есть расплода, так оно и делается, так сказать. Вот, пожалуйста, вот такое вот. Это лежак, пожалуйста. Таким образом можно собирать сотовый мед. И, так сказать, после этого у вас будет запас воска. Лишний запас воска, который свежий же вы можете моментально перетопить после того, как сотовый мед. Или продали, или сами съели. Ну, в общем, это дело хозяйское. Еще пару вопросов на эту же тему. Вот. Они имеют такого состояния. О роении. Вопрос. Можно ли в целях предупреждения роения подрезать маткам крылья за месяц до роевой поры? Я полагаю, что в таком случае в семье произойдет тихая смена матки, и семья не будет роиться. Вопрос задавался. В журнале 1963 года, номер 11. Подрезывание крыльев маткам ответ, как правило, не приводит к тихой смене и не предупреждает роение. Матки с подкрезанными крыльями не могут хорошо летать, поэтому при выходе роя они падают и теряются в траве. А пчелы роя возвращаются в свою семью. Этот прием можно использовать только для предупреждения слета с пасеки первых раев. Семьи все равно будут отпускать раи только позднее и уже с неплодными матками. Их выход можно предупредить своевременным вырезанием раевых маточников, кроме одного. В настоящее время для отметки матки и определения возраста подрезают только кончик крыла. Маткам вывода данного года подрезают, например, правое крыло. А на следующие будут подрезать левое. Матки слегка подрезанными крыльями работают в улях совершенно нормально. Проведенные опыты показали, что тихая смена матки вызывается почти во всех случаях только повреждением одной из задних ножек матки. Она при этом резко снижает яйценоскость. Вот этот вопрос тоже имеет противо-роевой вопрос, как предохранить от роения. Ну и еще один вопросик. Сколько времени может прожить рой, привившийся на ветке дерева, за счет запасов корма в медовых зобиках, взятых при вылете пчел из материнской семьи? У меня был случай, когда рой из-за дождя сидел трое суток на дереве. Ответ. Рой, привившийся на дерево, сидят почти неподвижно, и их пчелы очень экономно расходуют запасы меда в зобиках. Каждая пчела набирает 40-45 мг меда, что составляет половину ее веса. Следовательно, если рой весит 3 кг, то 2 кг вес пчел и 1 кг вес взятого меда. В проведенных опытах раи, помещенные в зимовник с температурой 12-14 градусов тепла, жили за счет взятого корма от 12 до 28 дней. Способность пчел роя очень экономно расходовать кормовые запасы обеспечивает возможность их сохранения даже в условиях длительного ненастья, если оно наступит сразу же после поселения роя на новом месте, и пчелы не успеют запасти нового корма. Вот такие, друзья, ответы и вопросы. До свидания, до встречи, до следующего видео.